Это уже в записи через интернет. Я буду проповедовать сегодня на тему «Бог поругаем не бывает». О чем идет речь? И, как я уже сказал в нашей разминке, в прошлое воскресенье, мне был задан такой вопрос. Вот как так, если Бог не бывает поругаем, а Иисуса мы почитаем Богом, мы говорим, Он истинный Бог. Не говорим, а так написано, Он истинный Бог и жизнь вечная, и Он сущий над всем Бог благословенный вовеки, тогда как случилось так, что могли над Ним надругаться, если Бог не бывает поругаем? О чем же идет речь? О чем же идет речь? Я видел тут одну перед... Да, вот эту вот заставочку я видел. Я не просил ее, но я ее видел, пусть она будет. Вот видите, вот какой принцип. Твое право сеять все, что ты хочешь. Что хочешь, то и сей. Но пожинать будешь не то, что ты хочешь, а пожинать будешь то, что ты сеял. Это неизбежно. А если это так, то тогда есть смысл, прежде чем сеять, есть смысл подумать. Пожинать-то придется то, что посеял. Помните, как-то мудрый человек один, я уверен, вы мне сейчас даже подскажете, кто сказал такие слова. Ходи по ведению очей твоих, делай все, что ты хочешь. Экклезиас, да? Ну так, слушай, какие перспективы? Он снимает все ограничения, правда? Делай, что хочешь, ходи куда хочешь, ходи по ведению очей. В общем, поступай, как знаешь. А-а-а, а вот тут это дело меняет. Только за все это приведет тебя Господь на суд. А-а, ну так, если так, то это меняет дело, правда? Если за все это нужно будет давать отчет, другими словами, ты можешь сеять все, что хочешь, все, что захочешь, но пожинать будешь то, что ты сеял. Это имеет, вот эта заставка, которую мы тут видим, она имеет отношение к теме проповеди. И давайте мы прочитаем, как звучит на самом деле, о чем идет речь. Знаете, проблема у верующих людей, зачастую у проповедников, когда выдергивают контекст. Выдергивают контекст, и из этого хотят развить какую-то мысль. О чем идет речь, когда мы говорим, Бог поругаем не бывает. Галатам 6 глава, 7-8 стихи читаем. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Это контекст, но мы будем читать весь текст. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Когда вам задавали этот вопрос, когда вам задавали этот вопрос, вас провоцировали. Человек выдернул контекст и применил его уже несколько в другом ракурсе. Здесь речь идет вот о чем. Что имеется в виду в данном случае, что Бог поругаем не бывает. То есть нельзя никаким образом будет что-то предъявить Богу, что он сделал несправедливо. Потому что принцип здесь. И Павел говорит вот в каком контексте. Он говорит, Бог не бывает поругаем. То, что ты будешь сеять, то ты будешь поженать. Ты Богу ничего не предъявишь, потому что от своих слов ты будешь либо оправдан, либо осужден. Посредством дел, которые ты делал при жизни, ты унаследуешь либо жизнь вечную, либо вечное поругание и посрамление. Откуда я это знаю? Думаю, из того же источника, из которого и вы знаете. И этот текст Писания в подтверждение подтвержу в самом конце моей проповеди. Но обещаю, что назову это Писание. Итак, Бог поругаем не бывает. Ну да ладно, если даже так. На работе, когда я этот вопрос услышал, а потом я был на работе на этой неделе, и ко мне прошло слово, и как обычно я в этом случае я взял листок и записал. Я взял листок и записал, пришел домой с работы и положил на свой рабочий стол у себя дома. Вот. Это то, над чем я размышлял. Давайте почитаем пророчество это или это о ком идет речь. Как помните, Филипп, этот Евнук говорит, о себе ли кто говорит или о ком другом? Так вот Иов, о себе ли говорит или о ком другом? Мы прочитаем в 16 главе книги Иова, 10 стих. Раззинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. О ком говорит Иов? О себе ли или о ком-то? О ком идет речь? Раззинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. О себе он рассказывает. То есть, он цитует и про себя рассказывает. Жалуется Богу. Жалуется Богу. А что-то подобное на самом деле происходило? Ругались над ним и били его по щекам Иова? Кто-нибудь, вам известен один такой вот из жизни Иова? Вам известно, чтобы кто-то бил его по щекам? Нигде не говорится, да? То, что он болел, страдал, то, что приключилось, да, мы знаем. Но меня интересует вот этот вот момент. Раззинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. Но к Иову приходили, в принципе, до Иова, когда с ним произошли, приключились все эти происшествия, к нему приходили только его друзья, да? Был ли какой-то вообще против него сговор? Я не нахожу в книге Иова, я читал эту историю много раз, я не нахожу, чтобы против него был какой-то сговор. Я не нахожу, чтобы над ним ругались и били его по щекам. Вот не нахожу. Нет. А если, а если это не происходило с Иовом, что, ругаясь, били его по щекам, тогда о ком он может говорить, тогда о чем он говорит? Мы скажем, Иов, what are you talking about, да? Ты о чем говоришь вообще? Что это за слова? Непонятно. О Христе? Давайте прочитаем другого человека, другого автора. Это Псалом Давида. Мы почитаем 21-й Псалом. Вы видите стихи. Вы видите стихи, которые мы будем читать на экране. Меня, знаете, в книге Иова, что раздянули на меня пасть свою и, ругаясь, бьют по щекам. Все сговорились против меня. А вот Иов, вот Давид. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят, устами кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычи и рыкающий. Можно было перечесть все мои кости, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Что-что? Пророчество об Иисусе Христе. И тоже Давид говорит вот как. Говорит пророчество об Иисусе Христе. Еще раз. Читаем. Ругаются надо мною. Это Иов, да, говорит. Ругаясь, он говорит, раздвинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. В первом, или во втором псалме мы читаем, во втором псалме, то есть мы читаем, да, напрасно, да, метутся язычники, народы затевают тщетное, против помазанника, да, собирается, то есть, и мы понимаем, что речь пророчества о Христе, да? И здесь он, говорит, ругаются надо мною, Давид говорит, кивают головой, упал на Господа, пусть избавит его, и пусть спасет его, если он ему угоден. обступили меня тельцы тучные, воссанские, раскрыли пасть на меня свою. И он говорит, можно было бы перечесть кости мои, а они смотрят, делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде бросают жребий. Вы не находите, что эти два человека говорят об одном пророчестве? Они говорят одно пророчество. Не находите так? Да, только здесь он еще, здесь как бы более обширно, и мы сразу догадались, когда он сказал, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий, мы сразу поняли, об Иисусе Христе идет речь. Так вот, я тоже был несколько смущен, когда я читал заявление Иова, которое он говорит, раздинули пасть свою, а Давид говорит, раскрыли на меня пасть свою. Ну, в принципе, раздинули, раскрыли, это примерно одно и то же, да? Одно и то же. И там ругаются, и там ругаются. Там бьют по щекам, а здесь бьют по ланитам, да? Так? И мы понимаем, что об Иисусе Христе. А вот еще один автор, пророк Исаия. 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». Далее он будет говорить, пророчествуя, «И держал лицо мое, и держал лицо мое, как кремень». О ком, говорит Исаия? О себе ли или о ком другом? Тоже об Иисусе Христе, пророчество. «Я предал хребет мой бьющим, и ланиты мои поражающим, ланиты мои поражающим». Ланиты мои поражающим, Иов, говорит, бьют меня по щекам, ругаясь. Ругаясь, бьют меня по щекам. А Исайя говорит, не закрывал от поруганий и от оплевания, предал хребет бьющим и ланиты мои поражающим, и держал при этом лицо, как кремень. Да, падче сынов человеческих, обезображен был лик его, но держал лицо, как кремень. Он истекал кровью, он был обезображен. Смотрели и изумлялись. Как такое может быть? Это были нечеловеческие муки, страдания и надругательства. Все то, что претерпел наш Господь Иисус Христос. Теперь давайте посмотрим, что сам Иисус скажет на этот счет. Как Он прокомментирует то пророчество, которое мы с вами зачитали, или те пророчества, которые мы зачитали. Как Он прокомментирует. Матфея, 20 глава, 17-19 стихи. «И входя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. О ком говорит Иисус Христос? О себе ли или о ком другом? А вот Он говорит о себе. Пророки говорили не о себе. А вот Иисус говорит о себе. Он дает им знать, что здесь произойдет и какой смертью Он умрет. Я читал следующие стихи, когда в этой совокупности, когда Он об этом сказал, Иисус, Он отдельно взял своих учеников одних и сказал им, мы входим в Иерусалим, Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, осудят на смерть, предадут язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. И тут мать двоих из учеников вместе с ними Иисусу, как бы кланяясь, говорят, учитель. Вот ты все, ты уже сказал все, да, Иисус? Ну да, в принципе, сказал, говорите, что? Позволь одному сесть по правую, а другому по левую в царстве твоем. Вы знаете, давайте попробуем представить себе эту картину, что это мы рядом с Иисусом, мы эти люди, которых Он отдельно отозвал и говорит о том, что сейчас здесь произойдет. У тебя бы повернулся язык сказать Ему, я хочу сесть с тобой справа или слева? Вот здесь, когда Иисус говорит о том, что ждет, а не входит в Иерусалим, что сейчас произойдет. Получается, какая цель, какие идеи, что для них сейчас важно? Что сейчас для них важно? Сесть! По правую или по левую сторону? Иисус хорошо им ответил, Иисус им пояснил, он не оскорбился, я думаю, наверное, было бы неприятно. Представь себя в роли Иисуса Христа, если тебя ждет вот такое, а тебе говорят, слышь, потом, когда ты вот это все у тебя там случится, потом вот это вот, ты сделай вот так-то, 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 да? Когда все вот так вот будет. Как бы ты себя чувствовал? Что тебя используют? Как-нибудь так, да? А Иисус сказал, А Иисус сказал им, ну что, у вас хорошие, как бы, скажем, перспективы, у вас такое далекое видение, а пить чашу, которую я пью, вы можете? Они говорят, можем. А крещением, которым я крещусь, можете? Можем. Ну и все, вот и договорились, чашу пить будете и крещением креститься будете. А потом, вот по правую и по левую сторону сесть, это потом, это не сейчас. Вы сейчас прям хотите уже на белого коня сесть? А вы видели когда-нибудь, чтобы я на коне ездил, на белом? Иисус ездил при своей земной жизни хоть раз на коне? Нет. Самый большой вид транспорта у него был, это осел, да? Да, нам хочется сейчас и на коне. Дай мне прям сейчас коня скакуна, и мы вообще все перевернем, весь мир захватим. А вот в видениях Иоанн видит уже после того, когда Иисус победил, он видит его на белом коне. И воинства, которые следуют за ним, они тоже на белых конях. Потому что прошло это время, да, в жизнь этих учеников пришли потом испытания, не просто испытания, они пронесли достойно знамя веры евангельской, достойно сложили голову за веру евангельскую, достойно. Вы знаете, что они все приняли мученическую смерть. И мы знаем, что их именами будут наречены основания стен города Небесного Ярусалима. Их именами будут наречены. Мы знаем об этом. Они достойны, их охарактеризовал Иисус Христос. Они апостол Иисуса Христа. И наше с вами основание веры нашей сегодня зиждется именно на основании апостолов и пророков. Иисус Христос – краеугольный камень. Но не об учениках. Иисус говорит, будет предан перосвященникам и книжникам и осудят его на смерть. И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет. А тему проповеди мы не забыли, правда? Бог поругаем не бывает. Вы скажите, а Бог имеет плоть и кровь? Но Он принял плоть и кровь. Но Он принял. Поскольку Бог, как Дух, не имеет ни плоти, ни крови. Бог, как Дух, не может рождаться и умирать. Для этого Он и воспринял онные. Он принял плоть и кровь. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Он принял плоть и кровь, потому что мы с вами причастны к этому. Мы причастны к плоти и крови. Поэтому и Он принял и плоть и кровь. И Своей смертью лишил силы имеющего державу смерти дьявола. И вы знаете, Иисус говорит, Сын Человеческий. Мы входим в Иерусалим и Сын Человеческий. Он был рожден от семени Давида по плоти. И открылся Сыном Божьим. Не родился, а открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни. И когда? При рождении? По воскресении из мертвых. Так написано. Первая глава послания к римлянам. Родился от семени Давида по плоти. И открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни. Через воскресение из мертвых. Он открылся Сыном Божьим через воскресение из мертвых. Так написано. А родился от семени Давида по плоти. Поэтому начинается Евангелие от Матфея со слов родословия Иисуса Христа, Сына Давидова. И заканчивается последняя глава книги Откровения «Я Иисус». Корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Так он сам о себе говорит. Люди богослову пишут книги, создают доктрины. Стоп! Все книги и доктрины. Давай-ка в сторону. И послушаем, что он сам о себе сказал, да? Вот что он сам о себе сказал. Нам достаточно, чтобы веровать в него? Или он нам сказал, кто будет веровать в меня по доктринам и по книгам? Кто будет веровать в меня так, как сказано в Писании, он сказал, да? Слушайте, если в него надо веровать так, как сказано в Писании, а зачем мне тогда доктрины и книги? Зачем они мне? Если веровать в него нужно так, как сказано в Писании. А в Писании сказано так, как он о себе сказал, да? Вот он сказал, я потомок и корень Давида, да? Так это и есть. Так это и есть. Сын Давидов, помилуй меня, кричат, да, люди? Знают, кто такой, да? Знают, кто он? Кричат, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, помилуй нас. Они называют его и... Это так и есть. Теперь смотрите. Бог не бывает поругаем. Бог как дух, его невозможно, правда? Надругаться над ним можно как-то, как над духом. Нет. Но на самом деле, что произошло? Давайте мы посмотрим дальше. Что на самом деле произошло? Бог не бывает поругаем. Это однозначно. Мы можем сказать аминь? Написано, все. Что же на самом деле произошло? Иисус говорит, предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. Луки 22 глава, читаем 54 стих из 63 по 66 стихи. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Где начинают развиваться события после Гефсиоанского сада? Где Иисуса взяли, наложили в руки и куда его прежде всего привели? В дом первосвященника. Нет ни к Пилату и ни в Синедрион. Первое, куда его привели? Его привели к первосвященнику. Кто такой первосвященник? Давайте мы продолжим читать. Кто такой первосвященник? Задача первосвященника. Он как бы наместник Бога. Он как бы наместник Бога, да? То есть является ли он ходатаем своего рода? Он же с кровью жертвенных животных, когда приходит, что он делает? Пред Господом. Заступается за себя и за весь народ. Первосвященник. Это его задача первосвященника. Или задача первосвященника уничтожать, выносить смертные приговоры. Задача первосвященника с кровью приходить, чтобы оправдывать, да? За священниками смотреть. За священниками смотреть. Священники пусть смотрят за себя сами. Он однажды в год будет входить и совершит очень важное служение. С кровью жертвенного животного он войдет за завесу во святое святых. А сначала принесет жертву за себя и за весь народ. Исповедует грехи свои и грехи всего народа, да? Это для оправдания. Кровь жертвенных животных что делает? Омывает и очищает, да? Что делает кровь? Чему служит? Оправданию, прощению грехов, очищению. Это задача первосвященника. Это задача первосвященника. И привели Иисуса Христа в дом первосвященника для того, чтобы первосвященник сейчас заступился как ходатай, да? Что же будет делать первосвященник? Для чего его привели? Читаем. И повели его в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Люди, люди, удерживающие Иисуса, ругались над ним и били его. И закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его, про реки кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники и ввели его в свой Синедрион. Это уже после того, когда над ним ругались в доме первосвященника. Я начинаю смотреть, для чего вообще первосвященник поставлялся, когда Бог поставлял первосвященника. Для каких целей, какие задачи у первосвященника. И люди, которые привели его к первосвященнику, они ругались над ним и били его. А что делает первосвященник? А первосвященник не видит. Первосвященник ничего не видит. Это происходит в доме первосвященника. И потом скажут, согласно книге Захарии, откуда у тебя рубцы? И он скажет, а так били меня в доме любящих. Это где? Ну, в доме первосвященника, например. Ну, например, в доме первосвященника. Как в доме первосвященника могло такое произойти? В прошлое воскресенье мы с вами говорили на тему мерзость запустения, где не должно. В доме первосвященника таких вещей не должно было произойти. Это запредельные вещи в доме первосвященника. Слушайте, если в доме первосвященника такое происходит, то где тогда можно найти справедливость, правду, защиту? Где? Может быть, у Пилата. Наверное, они поведут к Пилату сначала у нас Андреон, а потом к Пилату, чтобы там заступиться за него перед Пилатом. 23 глава Луки, читаем, с 33 по 37 стихи. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, Если ты царь иудейский, спаси себя самого. Мы находим исполнение пророческого писания. Раскрыли пасть на меня, ругаются надо мною, кивают головой. Уповал на Господа, пусть избавит его и спасет, если он угоден ему. Мы видим исполнение этого пророческого писания здесь. Видим. Происходит все именно по такому сценарию, о котором Бог говорил через пророков. Именно так все происходит. Мы не забыли, правда, писания, которые мы сейчас прочитали, пророческие. И это все видим. И так же и воины. И об одеждах бросают жребий. Делят одежды, да? Делят между собой ризы, и об одеждах бросают жребий. И теперь у нас не возникает больше сомнений, что все те пророческие писания, которые мы прочитали, об Иисусе Христе. И Иов, и Давид, и Исаия говорили об Иисусе Христе. Итак, что же на самом деле произошло? Вот воины ругаются. В Доме Пересвящения ругаются. Мы прочитали все и ругались над ним. А Бог не бывает, поругаем. Бог поругаем не бывает. Ну так как же это теперь можно сопоставить? А вы знаете, что на самом деле, да, все злословия пали на Него. Злословия злословящих все пали на Него. Как вы думаете, если это то, что посеял человек? Вот когда кричали, кровь его на нас и на детях наших. То есть, ругаясь над ним, Пилат говорит, я не виновен в крови сего праведника, да? Что они сказали? Кровь его на нас и на детях наших. Они посеяли это? Вот то, что они сказали, они посеяли? Они посеяли. Как вы думаете, а пожинать придется кому? Пилату? Пожинать кому-то другому придется? Или кто кричал, тем и придется пожинать? Кто кричал? Кто кричал эти слова? Да, кровь его на нас и на детях наших. Ими пожинать? Не другие будут пожинать, они будут пожинать. Да, конечно. Потом, по воскресенье из мертвых, уже после Дня Пятидесятницы, призывают Петра и Иоанна в Синедрион и говорят, вы весь Иерусалим тут смущаете, этим учением наполнили, проповедуете это имя, и хотите на нас навести кровь этого человека. Стоп, стоп. Что значит навести на вас? Что значит мы хотим навести на вас кровь этого человека? Что значит? А это не вы перед Понтием Пилатом отреклись от него и кричали, что кровь его на нас и на детях наших? Разве не вы? А теперь вы же говорите нам, что это мы хотим на вас повесить обвинение. Нет. Это обвинение вы сами себе выдвинули. И когда ругались над ним, самим себе обвинение и вынесли. Самим себе обвинение выносили. И приговор вершили над самими собой. Всего лишь дело времени. Но жертва Христа, провидение, то, что он вообще совершил, распространяется на всех. И даже вот на тех, которые глумились над ним. Как вы думаете, если осознают, придут, будет прощено? Будет. Будет прощено. Но они отвергли волю Божию о себе. Они отвергли волю Божию о себе, потому что они думали не о том, что Божия, а о человеческой. О славе земной они думали. О славе земной. Они хотели каким-то образом свой дешевый авторитет поднять в глазах народа. А авторитет их был никакой. Они были вот так, по самые ноздри, повязаны в коррупции и во всяких мерзостях. Это так было. И они хотели поднимать в глазах народа каким-то образом свой авторитет и сохранить свои кресла. Всего, всему свое время. Слава Господу Иисус Христос умер и воскрес в наше оправдание. И вознесся он уже не в уничижении, а вот в уничижении его суд его совершился. Вот тогда, когда ругались над ним, собственно, это все поругание приготовили для себя. Себе все это собирали. Все это собирали себе. И много иных хулений, все, что было, все собирали себе на день суда. Все это собирали себе на день суда. И в день суда все это будет им же и предъявлено. Как и говорил Иисус, устами твоими буду судить тебя. Он не будет тебя судить моими устами и меня не будет судить твоими устами. Меня он будет судить моими устами, а тебя он будет судить твоими устами. Он так сказал. Я буду судить тебя твоими устами. Ты можешь сеять все, что хочешь. Это твой выбор. Но пожинать будешь не то, что ты хочешь, а то, что ты посеял. Посеял ветер, пожнешь бурю, беременны сеном, разродитесь соломою. Знаем мы, правда же, знаем Писание. Теперь я хочу подытожить мою проповедь. Последние три-четыре Писания, которые я хочу, они как бы наводят уже на размышления. Евреям 6 глава, 4 и 6 стихи. Невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Мы поговорили обо всех этих людях, которые ругались, воины, все те, которые ругались над ним, над Иисусом Христом. Но здесь уже речь идет не о тех войнах и не о первосвященниках, не в книжниках. Здесь уже речь, знаете, о ком идет? Речь идет о просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Это, поверьте мне, не язычники уже, это спасенные, это те, кто получили жребий спасения. Они получили жребий спасения, но отпали и снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Покаянием обновлять невозможно. Говорит, мы не можем, невозможно, говорит апостол Павел. Невозможно обновить покаянием. Почему невозможно обновить покаянием? Нету жертвы за грех. Нету жертвы за грех. Обновить покаянием невозможно. Своя кровь должна быть, да? Свою кровь придется проливать, да? Скажите, а Христу на самом деле нужна твоя кровь или моя? Нет, да? Грех требует крови. А Иисусу Христу твоя кровь не нужна. Если бы Ему нужна была твоя кровь, Он бы ее взял, поверьте. Он бы ее взял. Он бы свою не проливал, если бы Ему нужна была твоя или моя кровь. Нет, ни моя, ни твоя кровь Ему не нужна. И кровь жертвенных животных ему не нужна, потому что его кровь вопиет громче крови Авеля. Его кровь есть умилостивление за грехи наши. Но вот в чем дело. Если невозможно снова обновлять покаянием, тогда что возможно? Вы знаете, обновлять покаянием, это начатки учения покаяния, когда человек узнал, покаялся, получил прощение грехов и омыт кровью, да? Но когда все познал уже, усил благого глагола Божьего, стал причастником Духа Святого, то тут снова кровь Христосу уже не будет проливать. И вы знаете, работает уже не прощение. Здесь может сработать только помилование. Только помилование. Бог может помиловать. Говорить о прощении нет. Человек достоин теперь понести наказание. Но Бог над своим судом, знаете, что сделал? Милость превознес. Он превознес милость над судом. Я это говорю для всех тех, кто запутался, может быть, через интернет служение люди услышат. И скажут, а как быть, если невозможно обновлять покаяние, что делать, как быть теперь? Слушай, если ты сегодня оказался в такой ситуации, у тебя есть возможность и время склониться у креста, помыслить о претерпевшем над собой. И вот такое поругание и посрамление. И, может быть, Господь помилует, да? И, может быть, Господь помилует. Здесь есть такое сильное одно выражение просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия и вкусивших сил будущего века, ненастоящего. Вы представляете, мы с вами вкусили не настоящий век, мы с вами вкусили силы будущего века. Вот о чем речь идет. Вкусили силы будущего века. У меня вопрос к нам, ко всем интернет-пользователям. Мы с вами просвещены? Да. Мы вкусили дара небесного? Да. Мы соделались причастниками Духа Святого? Да. Мы вкусили благого глагола Божьего? О сил будущего века. А что мы знаем о силах будущего века? А что мы знаем о силах будущего века? Мы сказали, что мы вкусили сил будущего века. Ненастоящего, а будущего века. Что мы будем, да? Он соделал нас с царями и священниками, и мы будем с Богу, и мы будем с Ним царствовать, да? Мы знаем наше будущее. Он его определил. Он возвестил нам свое определение, да? Он возвестил нам свое определение. Да, глаз не видел, ухо не слышало, на сердце человеку не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но нам он открыл это Духом Своим. И поэтому мы вкусили сил будущего века. Не настоящего, а в будущем, да? И апостолам он своим сказал так. И не только в всем веке, но и в будущем. Но и в будущем. Посему и мы, это 12 глава евреям, первых три стиха. Посему и мы, ты, я, интернет-пользователи, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. О нем помыслите. О нем помыслите. Что значит помыслить о нем? Это значит проникнуться вот этим чувством ко всем тем драматическим событиям, которые произошли тогда там на Голгофе. Почему? Что двигало им? Почему он говорил со своими учениками, что надлежит ему испить эту чашу, и как я жажду, когда все сие совершится? Он в такой страшной агонии и в таких борениях в Гефсиманском саду молился за тебя и за меня. И в порыве вот такого эмоционального стресса его пот выделял частицы крови. Его пот был, как капли крови. Он переживал ужасное. И ангел приходил и укреплял его, как сын человеческий, как рожденный от женщины и подчинился закону. Он принял плоть и кровь. Он принял плоть и кровь. И боль он чувствовал так, как бы ее могли чувствовать мы. Только усугублялось все то, что он невинный. И грех всего мира взял на себя. Грех, болезни, проклятия, страдания, нищету, отверженность. Он все взял на себя. Вознес на крест. И ранами его мы исцелились. По мысли о претерпевшем. Такое поругание. Все то, что происходило, по мысли. Это ради тебя и это ради меня. В книге пророка Даниила есть такое писание, такое выражение. И будет поругано святилище. И даже сказано, на какой период времени оно будет поругано. Мы понимаем, что всему есть определенное время. И как определил Бог, так и будет. Но так не будет всегда. Придет другое время, когда Господь отрет всякую слезу. Он отрет всякую слезу, правда. И он скажет одним одно, а другим скажет другое. Павел увещевает нас в 13 главе к евреям такими словами. Итак, выйдем к нему застам, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Потому что ради него нам дано не только веровать, но и страдать, чтобы с ним и прославиться. Нам дано не только веровать в него, но ради него и страдать, носить в теле мертвость нашего Господа Иисуса Христа. И тогда в нашей жизни работает все. Ранами его мы исцелились. Нужно принять его мертвость. Нужно принять все. Все то. Нужно вникнуть, помыслить, прочувствовать, чтобы выйти к нему застам и понести его поругание. Я читал, когда готовил эту проповедь, я читал другие места описания еще, где Господь говорит, ну, выйди ко мне, встань. Я подумал, вот он муж скорбей и изведавшей болезни. Он кто? В него всматривались и изумлялись. Пачи сынов обезображен лик. Кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Вот в такой агонии, в таких страшных нечеловеческих муках. Кто ты сейчас, Господи? Ты муж сильный? Ты муж воинств небесных? Ты кто? Да, муж сильный, да, вот мы как-то считаем, муж брани, да? Муж брани, он кто? Господь Савалов, муж брани, да? Мы знаем такое писание? Он муж брани. О, и вот представьте себе вот такого великого, такого сильного, такого могущественного муж брани. И знаете, и прям хочется встать возле него и сказать, я буду твоей правой рукой или твоей левой рукой, прям хочется, да? Слушайте, а вот он же, тот же самый муж брани, сильный Господь Савалов, только теперь он в образе мужа скорбей и изведавшего болезни. Встань рядом с ним. Встань рядом с ним. Или потом там, в Царстве Небесном, по правую и по левую сторону, друзья, если сегодня мы не найдем в себе сил и мужества занять его позицию и встать возле него, когда он истекает кровью, когда над ним ругаются и глумятся, если мы будем стоять и наблюдать за этим со стороны, мы никогда не окажемся рядом с ним, по правую и по левую сторону. никогда не окажемся. Встань возле него тогда, когда он муж скорбей и когда он изведавший болезни. Встань и понеси с ним его поругание. Понеси. Это высшая награда. Это высшая награда. Ученики Иисуса Христа апостолы в ту самую нашу разбежались, но потом они приняли этот вызов. Они приняли и они пошли. Они все достойно. Они смогли пронести это поругание. Над ними унижали, ругались. Все это было. И они все достойно сложили свою голову за веру евангельскую. Они понесли. Они вышли к нему застан и они понесли его поругание. Последний текст Писания, который я хотел бы прочитать, как я и обещал. Откуда я знаю, что все те, кто ругались, они вершат самим себе суд? Деяния, то есть Даниила 12, глава 2 стих, читаю. Многие из спящих в прахе земли пробудятся. Для чего? Для чего они пробудятся? Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Бог не бывает поругаю. Сегодня все злословия злословящих пали на Него. И Он принял это. И Он держал Своё лицо, как кремень. И Он вознёсся во славе. И придёт Он на эту землю снова за нами, Он придёт уже не в терновом венце. Он придёт во славе. И возьмёт Он нас в Свою славу. Все тех, которые готовы выйти к Нему за стан, нося Его поругания. И вот теперь одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. вот куда девались все поругания и посрамления. А что касается Бога, Он поругаем не бывает. И тогда, когда ругались над Ним, не была поставлена точка. Знаете, когда будет поставлена точка во всей этой истории? Когда Он скажет одним, пойдите вы в муку все проклятые, а другим скажет войдите в радость Господина и наследуйте уготованное вам от создания мира. . . . . . . . . . Продолжение следует...